Я очень благодарен вам всем за теплый прием. Я уже второй раз на этом фестивале, и мне нравится атмосфера этого фестиваля. Я, конечно же, не смогу заменить вам, ваших любимых тренеров. Ну, может быть, как-то смогу чем-то помочь этому фестивалю своими взглядами. Вот, здесь также находятся мои наставники, и лекторский, преподавательский состав, по моему мнению, очень высокого уровня. Здесь также находятся мои кумиры, мои молодости. Это удивительно. Мы начнем потихоньку. Кто из вас никогда не слушал мои лекции, поднимите руку. Если я буду петь на лекции без правильного понимания мелодии, вы меня простите. Это просто иногда вырывается что-то изнутри. Поэтому так, не судите меня строго. У меня не совсем лекционный формат. Я как бы стараюсь быть динамичным во время лекции. Также не пугайтесь, если я буду, кстати, к вам обращаться. Лично можно, да? Если я, допустим, пальцем покажу, скажу, у вас стресс. Вы не будете меня за это ругать? Нормально? Кому не показывать пальцем, что у него стресс, поднимите руку. Все согласны? Хорошо. Итак, мы с вами говорим сегодня о кризисе. И кризис — это необычная ситуация жизни, потому что она меняет жизнь. Без кризиса невозможны перемены, потому что по факту дорога судьбы не всегда может идти прямо. Нужны какие-то перемены в жизни. Если этих перемен нет, то жизнь теряет смысл. В общем-то, кризис — это не всегда перемены. Кризис — это иногда наказание. Кризис — это иногда наш собственный выбор, когда, допустим, идет какое-то несоответствие между нашими желаниями и нашей судьбой, нашей жизнью. И мы входим. Рад также вас видеть, родители. Очень приятно. Когда есть какие-то несоответствия между нашими желаниями, нашей судьбой, нашими целями, нашей судьбой, то наступает кризис. То есть, другими словами, существуют три основных причины кризиса. Первое и главное — это неправильная цель жизни. Второе — это судьба. Она может... Периоды судьбы могут быть такими тяжелыми, что человек входит в состояние кризиса. Удар судьбы. И третья ситуация — это кризис личностного роста, кризис развития человека. Мы обсудим все эти три направления. Но если говорить глубоко, то причина кризиса всегда — это вера. Если у человека вера не оформлена, не выбрана правильно, то кризис неизбежен. И есть два варианта кризиса. Один вариант — это кризис, в котором человек меняет направление жизни. А второй вариант называется стрессом. Как вы думаете, в каких случаях человек переносит стресс, а в каких нет? Ну вот, допустим, возник кризис. Тяжелая ситуация в жизни. Когда будет стресс, когда нет. Если вера есть, то стресса не будет. Правильно. Вера есть. Правильно, выбранная вера есть. Стресса не будет. Потому что стресс означает, что не хватает энергии и счастья. Прежде чем говорить о кризисе, давайте немножко я вам поговорю о своем понимании, как все происходит. Потому что я изучаю тонкое психическое тело человека. И вот эти понятия тонкого тела важно рассматривать для того, чтобы понять, что потом дальше происходит с человеком. Итак, у нас есть психическое тело. Оно имеет свои каналы, то есть свое строение. Так же, как грубое тело, которое мы видим, есть еще тонкое тело, которое мы не видим или некоторые видят, но все чувствуют. Например, любовь – это состояние тонкого тела, а не грубого. Любовь все чувствуют. Поэтому мы знаем, что такое тонкое тело по ощущениям. Она состоит из трех составляющих. Первая составляющая – это ум или манас. На санскрите это называется манас. Или та составляющая тонкого тела, которая является каркасом нашей жизни. Дело в том, что в уме проходят тонкие психические каналы, которые питают все тело энергией. Как вы думаете, что это за энергия, которая питает каждый орган, каждую клеточку организма? Прана – это такое понятие… Да, это прана. Но это понятие непонятное. Ну что это значит прана? Мы не знаем, что такое прана. Но если я сейчас скажу, как называется эта энергия по-настоящему, то вы тогда удивитесь и поймете, зачем это надо. Эта энергия называется счастье. То есть без счастья не может жить ни грубое, ни тонкое тело. Человеку нужно счастье. Человек не может жить без счастья. И ум – это психическая структура, которая через пять чувств, чувство слуха – самое главное, потому что оно влияет на судьбу сильнее всего. Потом следующее чувство – чувство осязания, самое влиятельное. Половое чувство связано с чувством осязания. Чувство зрения ближе всего к уму. То есть ум можно видеть человека через глаза. Следующее чувство – это чувство вкуса. Оно наполняет силой сильнее всего организм через пищу. Также психическая энергия приходит. И чувство обоняния ближе всего к грубому телу. Через него можно понять тело легче всего через чувство обоняния. Например, понять, подходит пища или нет, яд или нет, можно только нюхая. Итак, у ума есть пять чувств, через которые ум получает энергию счастья, необходимую для организма. Есть также разум. Разум – это психическая структура, которая помогает уму получить энергию счастья. Разум соткан из знания. Знания дают возможность понять, где счастье. Все, любое знание предназначено для счастья. Например, человек в институте учится для того, чтобы получить диплом. Это дает ему возможность работать, получать деньги. Деньги дают счастье. Ну, то есть, человек учится для того, чтобы получить счастье, в конечном счете. Он использует разум для этого. Для того, чтобы учиться, нужно тренировать разум. Разум у детей очень слабый, но он очень быстро насыщается, склонен к насыщению. То есть, дети имеют свой разум слабый, но способность обучаться очень высокую. Взрослые люди имеют достаточно сильный разум, те, кто его развивают, или слабее разум, но у них разум уже сформирован. Пожилые люди могут терять разум, если они не стоят на платформе разумного существования. Таким образом, разум — это сила, которая дает возможность наполнять ум энергией счастья с помощью знаний. Нацеленность на счастье называется вера. Решимость — это способность достигать счастья. Целеустремленность — это путь к счастью или путь к вере. Все эти понятия — решимость, целеустремленность, вера — все они связаны с разумом. Они находятся в разуме. Человек не может, когда разум выключен, действовать на этих категориях. Например, если человек выпил, у него отключается разум или слабеет. Когда это происходит, он не может ни стремиться к вере, ни иметь решимость, ни целеустремленность. Все эти категории, они слабеют в результате того, что разум теряет силу. Точно так же разум может потерять силу от слепой любви, допустим, или от стресса. Человек находит стрессовое состояние. «Стресс» означает, что разум не функционирует как надо, у него нет силы функционировать. Таким образом, когда человек ослеплен каким-то фактором, то возможность получать дополнительное счастье отсутствует у человека, потому что разум работает слабо. Но человек без разума может получать энергию счастья, не имея разума, активного разума. Это счастье приходит по судьбе. Как поется в песне, «К нам всегда приходят радости, когда их ждешь». Ну, то есть, они приходят, это факт. Ну, допустим, пришло время, вы приехали на юг, здесь светит солнце, красивые люди отдыхают, расслабляются. И это все положено по судьбе. То есть, человек получает счастье, само собой, когда приходит время. И оно помогает ему быть здоровым, потому что счастье наполняет каждую клеточку тела. Человек становится здоровым от счастья. Человек становится умиротворенным, спокойным, потому что он имеет счастье в жизни, успокаивается. И человек становится способным развивать разум. Состояние, в котором человек имеет постоянно достаточно высокую долю гармонии и счастья, называется благостью. Что такое благость? Это когда человек имеет достаточно силы внутри, чтобы его разум был активен. Разум не может быть активен в состоянии напряжения, стресса. То есть, он теряет свою концентрацию. Разум действует с помощью сосредоточенности. Максимальная сосредоточенность всегда в спокойном состоянии. Вот представьте, если бы я лекцию сейчас читал с давлением на вас, то вы бы напряглись, и усваивать лекцию вы бы не смогли. Для того, чтобы мне что-то сказать вам, донести, ваша психика должна быть максимально спокойной для этого. Согласны со мной? Тогда воспринимается все лучше. Но еще очень важно знать, что гармония или любовь также усиливает возможность получения знания. То есть, то есть, любовь в конце концов является той силой, которая развивает личность, развивает человека. В конечном счете любовь развивает человека. Любви мешает боль. Есть боль, которая возникает от отношений. Она мешает любви. Боль возникает от того, что мы ждем чего-то друг от друга. Это ожидание. Ожидание — это функция другой части тонкого тела, которая называется чувством собственного достоинства. Мы разобрали с вами ум, который впитывает энергию счастья. По тонким психическим каналам эта энергия распределяется везде. Разобрали разум, который поставляет энергию счастья человеку. Есть также чувство собственного достоинства, которое является такой силой, которая решает, как я хочу быть счастливым. Потому что есть два способа быть счастливым в целом. Как черепаха Тортила, когда Доримар у нее спросил о золотом ключике, она ему сказала в фильме вот, она ему сказала, говорит, ты мне скажи, чего ты хочешь? Ты хочешь счастье или деньги? И Доримар ответил, ты мне, говорит, лучше скажи, сколько весит этот золотой ключ, сколько в нем золота. У них такой разговор состоялся. Вот, понимаете, это счастье или деньги, это направленность чувства собственного достоинства. Или чувство собственного достоинства хочет счастье себе или хочет отдавать счастье. Это две принципиально разные позиции жизни человека. И в неосознанном состоянии, вот когда мы просто в неосознанном состоянии находимся, мы всегда хотим счастья только себе. В неосознанном состоянии человек проснулся с постели, ему хочется наслаждаться жизнью, лежать в постели, у него какие-то мечты, грезы в это время возникают. Молитва совсем другое дело. То есть, когда человек в молитве находится, он побеждает себе желание счастья для себя и полностью или частично побеждает и начинает служить в своем сердце другим. Интересно знать, что когда человек желает счастья себе, он ждет счастья, тогда счастье приходит столько, сколько положено по судьбе. Вот, допустим, если сейчас мне положено много счастья по судьбе, много придет счастья, если я жду его для себя. Но если человек служит, находится в настроении служения, то чем больше он служит, тем больше ему приходит счастье, и это счастье не по судьбе. Оно может усиливаться бесконечно. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Вот эта деятельность истинного эго, то есть, есть ложное эго, которое хочет счастья для себя, оно связано с разумом в невежестве. Когда разум спит, он неактивен, то человек всегда думает, что он будет счастлив, если он получит счастье себе. Когда человек наполнен знанием и правильным пониманием вещей, это говорят все священные писания, не только веды, то разум его активен в это время, силен, и с помощью этого разума человек направляет свою силу для того, чтобы подарить счастье другим. В таком состоянии счастье возвращается назад без всякого сомнения. В конце концов, энергия счастья идет от сверхдуши. Веды говорят, что на дереве тела, то есть, внутри тела, существуют две силы. Одна называется сверхдуша или голос совести, как мы говорим, правда человека, внутри человека есть правда. Эта сила называется сверхдуша душа или парам атма, высшая атма. Есть парам атма, высшая атма. А есть атма или душа. Душа находится спереди, сверхдуша сзади. Душа стремится получать счастье от этого мира, наслаждаясь этим миром. Но когда душа поворачивается к сверхдуше, это называется внутренняя жизнь, взгляд внутренний, то в этот момент человек получает другой способ существования. Он воспринимает себя как того, кто хочет отдавать, а не того, кто хочет брать. Этот мир нас настраивает на то, чтобы брать. Но сверхдуша или совесть настраивает человека на то, чтобы отдавать. как вы думаете, откуда берется вера? Вера берется и знание, это факт. Но если точнее, то от счастья. Человек получает веру в то, что дает ему счастье. Ну, допустим, родился маленький ребенок. Знание есть какое-то или нет? Ребенок рождается так же у животных, у них вообще нет никакого знания. Они получают веру в этот момент? А? Как? Мы говорим не про ребенка, а про нас. Мы видим маленького ребенка. Он излучает что? Счастье. Результат какой? Вера. Мать верит, что жизнь ее предназначена для ребенка. Так? Ребенок становится целью ее жизни. Так? Это хорошо? Кто считает, что хорошо, поднимите руку. Кто считает, что плохо? Кто считает, что плохо, поднимите руку. Мнения разделились. Так вот, знайте, что если ребенок становится целью жизни, то человек, несомненно, попадет в стресс. Без всякого сомнения. Потому что целью жизни может быть только Бог. Только Бог. Потому что душа по своей природе, она хочет бесконечно много. Она не может видеть пятна на луне. Душа не может видеть недостатки цели своей жизни. Мать не может видеть недостатки в своем ребенке, если он стал целью ее жизни. Вот представьте, как больно ей воспринимать, что через него начинает действовать судьба. Каждый ребенок, когда подрастает, чем старше он становится, тем сильнее начинает действовать карма через него. С каждой секундой времени. Вот смотрите, грубое тело столеет просто, вот оно столеет. 50 лет уже вот определенный вид. Если зарядку делаешь, чуть получше. Если нет, чуть похуже. Вот. И тонкое тело не стареет. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Тонкое тело не стареет. Оно меняется в своем состоянии. психическое тело становится более напряженным с возрастом, потому что в единицу времени через тонкое тело с возрастом больше идет испытаний, чем счастье. Вот взять маленького ребеночка, да? Он такой хорошенький, то есть лапочка моя, ну то есть любименький, хорошенький, потому что судьба еще не начала действовать через него. Через него действует энергия счастья. И мать видит душу в нем. Почему мать любит ребенка? Потому что она видит душу в маленьком ребенке. Потому что когда карма еще не действует, душа открыта, ее можно увидеть. Поэтому святых людей сравнивают с маленькими детьми, потому что душа видна и в святом человеке, и в маленьком ребенке. Это одно и то же зрелище. Но естественно, вполне естественно испытывать счастье от маленьких детей. Отказываться от этого безумия. Верить в счастье, исходящее от маленького ребенка, отказаться от этой веры тоже безумие. Не верить в счастье исходящее, не верить в своего ребенка это безумие. Поэтому мы не можем отменить веру в ребенка. Это кощунство. Но если мы ставим веру в Бога выше, тогда наступает гармония. Понимаете? Гармония означает, что цель жизни выше, чем просто жить для своего ребенка. Потому что, если человек живет для своего ребенка, то он ждет от него реализации веры. А если человек верит в Бога, тогда ребенок получает реализацию моей веры. Ему в сердце. Если я верю в ребенка, тогда я делаю из него то, что хочу. Я не могу дать ему возможность развиваться, как ему надо. Потому что я верю, что он разовьется лучше. Наступает кризис между моим ожиданием и тем, что есть. Ребенок какой есть, такой он есть. У него своя судьба. Я не могу его сделать лучше. Но если я наблюдаю за ним и даю им возможность его цветочку раскрыться хорошо, тогда он приносит счастье. Но наблюдать возможно, если ты не веришь в него больше, чем веришь в Бога. Как вы думаете, почему так устроено в этом мире? Вы не ответите мне на этот вопрос. Я сейчас буду вам отвечать. Это важная и глубокая тема. Когда мы верим в Бога, тогда Он дает нам назад бескорыстие. Но когда мы верим в человека, назад бескорыстие не приходит. Нахад назад приходит корысть. Понятно, да? В этом разница. Если мы верим святому человеку, который связан с Богом, от него тоже исходит бескорыстие. Но если мы просто верим человеку, который не связан с Богом, от него приходит корысть. Корысть означает ожидание, привязанность, зависимость. Мы тоже ожидаем от Бога, но это не вызывает болезненных чувств. Ожидание от Бога вызывает светлые чувства. Но когда человек ожидает от другого человека чего-то, это называется привязанностью. Итак, любовь матери к ребенку бывает двух типов. Первый тип – это ожидание, от него счастье, называется привязанность, приводит к страданиям. Второй тип – служение своему ребенку, приносит счастье. И то, и другое – это энергия любви. Нужна ли привязанность к ребенку? Конечно, нужна. Без нее невозможно жить. Но служение ребенку должно быть сильнее. Служение ребенку означает терпение. Вот, допустим, смотрите, приведу такой пример. Например, вы хотите воспитывать ребенка. Он напроказничал. Есть два варианта реакции, если вы к нему привязаны. Первый вариант – это разозлиться. Второй вариант – не обращать внимания. Остыть, отодвинуться от него. Но если вы, ваше желание служить Богу сильнее, чем ваше желание наслаждаться ребенком, то есть цель выбрана правильно, тогда в этом случае вы сможете наказывать его с добротой. Не со злобой, а с добротой. И даже не разговаривать с ним вы сможете с любовью. Потому что ожидание рождает вот эти два чувства – двойственность. Или я тебя люблю и балую, или я тебя мучаю и ненавижу. Понимаете, да? Любить привязанный, как мать привязанная. Вот она привязана наслаждаться счастьем от ребенка. Она идет с ним вместе, гуляет. Он говорит, я хочу мороженое. До этого все было хорошо. То есть мы шли, у нас было счастье, гармония, и теперь наступает ситуация, которую называется кризисом. То есть он хочет мороженое, и у него точно от этого заболит горло. Но если я ему не дам мороженое, то испортится настроение, потому что я же питалась энергией счастья от него, а теперь счастье закончилось. Он будет капризнеть и сейчас мучить меня. Но если человек служит ребенку, мучение не наступает. Он говорит, мой дорогой, я не дам тебе мороженое. Ребенок начинает капризничать, но на мать это не действует. Почему? Потому что она от ребенка ничего не берет, ну по крайней мере старается не брать. Она больше берет от Бога. В это время она просто молится и получает счастье от Бога уже. А от ребенка счастье ее не волнует в этот момент, когда он капризничает. И он начинает ее уважать, потому что он видит, что она не зависит от него. В результате мама становится мамой, ребенок становится ребенком, и он идет правильной дорогой. Итак, мы с вами говорим о правильно выбранной цели жизни. Видите, правильно выбранной цели жизни дает возможность легко воспитывать близкого человека. А привязанность чрезмерно к нему дает болезнь и страданий. Следующий вид кризиса, который возникает, вы поняли, что за кризис здесь возникает? Если у человека неправильно выбранная цель жизни, то рано или поздно ребенок, в которого я верил, не оправдывает мою мечту, и наступает кризис, потому что через цель жизни всегда идет энергия счастья, которая в случае ребенка называется привязанностью. Как вы думаете, человек может выдержать такие отношения? Вот кто из вас бросил близкого человека из-за того, что тот очень сильно любил? Поднимите руку. Есть такие люди? Вот представьте, вас очень сильно влюбились. Это хорошо? Все говорят, хорошо, супер. Но это что означает? Это означает, что он будет постоянно питаться энергией вашего счастья, будет приковывать к себе внимание постоянно, требовать, чтобы вы были с ним. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Люди не могут выдержать, они убегают. Нет, конечно, если чуть-чуть любит, хорошо. Ну, даже не чуть-чуть хорошо, но если человек ставит целью жизни, другого человека, он везде ходит за ним. не успеешь уйти, я бегу за тобой. Тогда проблемы уже, тогда разрушается отношение неизбежно. Точно так же я помню, как маленьким мама очень сильно, я был первый ребенок, она очень сильно меня любила, и она так меня целовала, и в это время я как бы был не против, в общем-то был не против, но как-то тяжело. точно так же и сейчас мама звонит, Олежек, сколько дней поездка? Говорю, мама, неделю ты сможешь выдержать, все нормально, здоровье нормально, мама, нормально. Тяжело. Понимаете, в чем проблема? проблема в том, что любовь это ноша, но если мы любим по-другому, то есть мы служим близким людям, ноша, мам, это хорошо, когда есть такая ноша, есть мама, она заботится, это хорошо, но если цель жизни становится ребенок, эта ноша становится невыносимой для человека, почему дети становятся капризными, злыми, неуправляем, потому что ноша невыносимая, то есть родители очень сильно хотят счастья от них и дети начинают от этого звереть, вот здесь наступает кризис, неправильно выбранная цель жизни, разрушает судьбу, даже если еще нет отношений, вот допустим, девушка, главная цель в жизни выйти замуж, выйдет замуж или нет? Нет, почему? потому что она ждет больше, чем положено, ну допустим, даже если она как бы вот такая несчастная вся, потому что она ждет, человек же становится несчастным, вся несчастная, замученная, такая, худая такая, вдруг кто-то все-таки ее полюбил, ну вероятность небольшая, но допустим, как вот в этом бременские музыканты, да, ой ты дурочка моя, труба дурочка, да чего же исхудала фигурочка, я заботами тебя охвачу, ничего я не хочу, вот, ну даже полюбил в этом случае, что дальше? Она же ждала, что это, а чего женщина ждет? Она ждет ласки, внимания, заботы, чтоб мужчина думал только о ней, вот представьте, она этого ждет, а он же не Бог, правильно? Он не может только думать о ней, она ему говорит, нежнее, говорите со мной, еще нежнее, ласковее, куда посмотрел, назад, сюда, сюда, сил нет, да, наступает кризис, дальше, ход времени, кто спросил, где девушка, где? надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупы телеграмм. сейчас объясню, надо ждать без ожидания, нужно задать, занять свою женскую природу служением, хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне, помните, золушка, она всем служила, заботилась, ее там ругают, она прощает, понимаете, когда женщина свою женскую природу занимает всем, она обо всех заботится, она становится румяной, красивой, жизнерадостной, и тогда невозможно уже отказаться от отношений с таким человеком, она перестает ждать тогда в этот момент, потому что она счастье испытывает от отношений уже тех, что есть, она семью создает в отношениях свою, женщина нуждается только в личных отношениях, и она становится счастлива в этих отношениях, но цена это молитва, потому что без молитвы без корыстия не дождаться, когда человек ждет, он не может отказаться от ожидания, это замкнутый круг, понимаете, вот если, допустим, кто-то на вас посмотрел, как надо себя вести, вот представьте, если вы так, ну вообще, я просто говорю, девушка дождалась, посмотрели, и как бы не надо на рыбалке сразу дергать, понимаете, сорвется, особенно если рыба, рыба большая, крупная, крупняк попался, надо ждать, а ждать невозможно, если ты привязан, поэтому, когда на вас посмотрели, надо радоваться, делать вид, что не зависишь вообще от этого взгляда, можно отвернуться даже, получилось у меня, да? ну ладно, эту тему обсуждили, ход времени или влияние судьбы приносит кризис в жизни, это больная тема, понимаете, мы что-то сделали в прошлом, в своей жизни, в прошлой, где-то в этой, может быть, и приходит наказание, оно приходит, не спрашиваясь, хотим мы этого или нет, это может быть тяжелая болезнь, может быть война, вот как сейчас на Донбассе, это может быть, просто работу потерял, власть потерял, влияние потерял, человек что-то теряет в своей жизни, так действует время, неожиданно, не спрашиваясь, время приходит и делает кризис, человек при этом может иметь правильную веру, как вы думаете, бывают болезни у возвышенных людей, бывают, бывают кризисы у возвышенных людей, бывают, то есть, понимаете, вот ход времени он не спрашивает, правильно выбранная цель, неправильная выбранная цель, но, если у человека правильно выбранная цель, если он верит в огромную силу, огромный резервуар счастья, Бога сравнивают с Солнцем, тогда кризис переносится, то есть, экзамен сдается, ход времени не может сломать человека, который имеет силу, допустим, один мой знакомый сейчас заболел раком четвертой степени, ну, мы там начали его лечить по-своему, это лечение все равно не может такую степень рака вылечить, вот, но я посмотрел, как он удивительно среагировал на ход времени, то есть, он начал по определенной методике, с огромной решимостью начал вылечиваться, он начал молиться и держит пост, один день сухое голодание, потом один день выход, один день отдых, потом два дня сухое голодание, два дня выход, два дня отдых, потом три дня сухое голодание, и вот так он живет, потом опять два дня, один день, и вот так он живет, вроде бы кажется, что он должен худеть от этого, да, а он начал поправляться, представляете, то есть, он просто душит болезнь своей внутренней силой, Причем интересно знать, что если человек во время сухого голодания думает о еде, то все будет разрушено. То есть его здоровье станет еще хуже, особенно если опухоль в организме. Единственный способ так лечиться – это забыть про себя вообще, жить в служении, понимаете? И тогда человек в это время, он, болезнь сгорает просто. Но опухоль не может жить в теле, когда человек такую аскезу держит. Потому что организм начинает ее съедать просто. Я как пример привел человека, который имеет силу побеждать судьбу. Видите, ход времени может начать ломать человека. Но если у человека есть вера, тогда ход времени побеждается с помощью энергии счастья, которая идет от веры. Ход времени забирает счастье просто. Разные способы есть, как ему это сделать. Есть много способов. И несоответствие между желаниями и возможностями. Допустим, юношеский возраст. У девушек часто бывает. Хочется быть красивее, чем есть. Хочется нос переделать, щеки переделать, все переделать. Ну, вот как есть, так есть. Какое тело Бог дал, такое дал. В это время тоже нужна вера. Потому что когда человек видит, что он не может достичь того, чего хочет, он не может без молитвы жить. Он начинает что-то терять в своей жизни. Я не буду сейчас подробно говорить о стрессе и о том состоянии, которое человек испытывает в это время. У нас немножко другие цели, задачи. Я сейчас поговорю о вере. Потому что вера является силой, которая выводит человека из кризиса. Кризис возникает неизбежно, потому что дорога судьбы никогда не бывает прямой. То есть она куда-то всегда поворачивает. Это неожиданно происходит в жизни. Мы не можем гарантировать себе, что близкий человек будет всегда со мной. Даже если он верный. Он же может уйти из жизни. Может все, что угодно в этом мире произойти. Мы не можем прогнозировать ничего в полной степени. Но если человек имеет веру, то есть у него есть сила, соединяющая его с источником счастья, тогда он выживает. Давайте сейчас отвлекемся от веры в Бога. Думаю, что вряд ли у нас это есть в полной степени. У нас нет реально в полной степени веры в Бога. Понимаете, это очень высокий уровень сознания, развития личности, когда человек действительно это имеет. Потому что выйти из стресса просто с помощью молитвы — это удел немногих возвышенных личностей. Я вам сейчас более развернуто на эту тему хочу поговорить с вами. И хочу вам сказать, что не надо отказываться нелепо или слепо от той веры, которую ты имеешь. Есть два типа веры, которые помогают человеку в жизни. Естественная вера, которая приходит по судьбе. Это естественная вера. Обычно это вера в ребенка, вера в природу, вера в близкого человека. Понимаете, это естественный тип веры, который приходит по судьбе. И есть другой тип веры, который тяжелейшим трудом, внутренним отчаянием, молитвой человек вырабатывает в своей жизни. Вот представьте, если тяжелейшим трудом, внутренним отчаяем мы вырабатываем веру во Владимира Ильича Ленина. Ну какой смысл? Какой результат? Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной. Идут пионеры, привет Ильичу. Идут комсомольцы, салют Ильичу. Понимаете, лидер общества это хорошо, это нормально, в этом нет проблем. Но поклонение, вот то, что мы говорим, это же поклонение мимо памятника, да? Это вот уже, ну как бы нехорошо. Это называется создать себе кумира. То есть это означает, что мы Бога перепутали с кем-то. Понимаете, поклоняться надо только Богу. Нет других вариантов поклонения. Уважать старших, уважать лидеров общества это хорошо. Но вера в Бога это та цена, которую мы должны заплатить. Вам не скучно? Нормально? Выключаем мобильные телефоны. Сейчас мы будем изучать, как действует вера. Вот вам нравится, вы приехали на юг. Вам нравится здесь? А почему? Потому что здесь есть стихи, несущие человеку счастье и здоровье. Вы даже не представляете, как наполняется здоровьем ваше тело, благодаря солнцу, воде и земле, когда они вместе соединяются. Это огромная сила, дающая человеку здоровье. Но для того, чтобы было здоровье, нужно заплатить цену. Знаете, какая цена? Цена — это вера. Вы знаете, что это тоже надо культивировать в себе, потому что иначе просто элементарного здоровья не будет. Человек должен любить землю, любить природу. Понимаете? Любить означает вступать в гармонию. Эта вера нужна. Развитый человек имеет разные виды веры. Понимаете? Он способен верить в то, что дает ему возможность жить, побеждать судьбу. Но самая главная вера — это та вера, которая все победит. Это вера в Бога. Давайте сейчас с вами немножко окунемся в веру в природу. Хотите понять, что это за вера? И заплатить цену, да? Давайте. Так как я вырос на советских песнях, я... Нет, это не смешно. Тогда были хорошие, очень чудесные песни, которые много раскрывают, много знания. И сейчас мы с вами, послушая одну песенку, сможем понять, что такое вера в природу. Я думаю, большинство из нас смогут понять. Я не буду сам петь, потому что я не передам веру своей песне. Не передам. Но вот человек, который поет, Геннадий Белов, он сможет. Гармония, гармония чувствует, посла гармонии. По Васильковой синей тишине Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь. По Васильковой синей тишине Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь. На дальней станции сойду, запахнет медом, живой воды попью. У журавля тут все мое, и мы, и мы отсюда родом. Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь. И васильки, и я, и тополя. Вот это вера в природу. Знаете, обычно мы едем в лес, и что мы там делаем в лесу? Быстро разводим костер, быстро собираем грибы, быстро там поиграли в волейбол, напились, наелись и поехали назад. Мы хоть раз, вот во всех этих действиях, был контакт с природой хоть маленький, нет? Ну, маленький был, маленький был. Но смотрите, здесь человек, смотрите, не говорит о том, что он приедет на дальнюю станцию и сойду с пожарю шашлыков, покромцаю деревца по берегу, сожгу я лес. Понимаете? Ну, нету гармонии. Он просто бродит, понимаете? Он просто любит, он просто в гармонии находится, просто верит, понимаете? Вот вера — это служение. Вот когда человек просто на огород приезжает, просто садит там растения, ухаживает, заботится о них, он, думаете, огурчики — главный результат. Так кажется. Главный результат — это ваше здоровье, которое вы получаете благодаря контакту такому с любовью, с землей, с солнцем и с тем, что вас там окружает. Вот я вам честно и серьезно говорю. Огурчики экологически чистые отдыхают по сравнению с тем, что вы получите просто благодаря такому нахождению на земле. Итак, цена. Слушаем цену, которую надо заплатить, чтобы в такое состояние войти. Необходимой с высокой ветки в детство загляну, ты мне опять позволь, позволь мой край родимый быть посвященным в эту тишину. Итак, позволь мой край родимый быть посвященным в эту тишину. Вот когда в лес заходишь, хочется что-то искать там, да? Потому что работает ложное эго в это время. Хочется грибочки собрать, ягодки, сосенку взять с собой, чтобы вирусную инфекцию лечить. Но надо служить природе, служить, любить ее. Понимаете? Любить означает заботиться, радоваться. Просто радость — это тоже служение. Видите, необычное состояние. Мало кто в лес приходит просто, чтобы бродить в полях, ничем не беспокоясь. Понимаете, в основном все приходят что-то оттуда урвать, но они теряют здоровье в этот момент. Если человек просто бродит в полях, желает счастья этому краю родимому, тогда он получает в ответ здоровье. Понимаете, это называется вера. И вера такая приходит в результате служения природе. Вот те люди, которые в деревне выросли, они служат земле, служат речке, служат птичкам там всем. Понимаете? Они получают эту веру, и в результате они очень здоровы. Вот я сейчас живу в небольшом домике на земле, и рядом со мной живут по 80 лет бабушка с дедушкой. Они не болеют, они выросли на земле, служат земле, и земля им дает здоровье. Они реально питаются землей. Они каждый день выходят, что бы то ни было, и зимой, и летом туда на огород, там возятся, и получают здоровье от земли. Понимаете? Как минимум, если вы хотите быть здоровым, самый эффективный способ для этого быть посвященным в эту тишину. Умейте выходить на море просто на рассвете и постоять, помолиться, пожелать счастья морю, пожелать счастья земле, на которой мы живем. Понимаете? То есть надо учиться вот этому мышлению. У нас его нет. Пожелать счастья солнышку. Вот дети чувствуют это, они солнышко рисуют улучшивым. Мы не можем. Мы все просто неправильно принимаем и понимаем в этом мире. Мы с мобильником на пляже стоим. Толку никакого нет. Так вера в природу дает здоровье. Но это не самая высокая вера. Есть еще выше вера. Это вера в верность называется. Верность – это вера в близкого человека, это способность служить близкому человеку. Верность открывается человеку, когда он что-то делает ценного. Ценное для близкого человека означает, ущемляет свои какие-то интересы, желания, делает что-то для него. Например, верность выражается в том, что, допустим, близкий человек захотел поехать на П-3000, а я не хочу, но я еду вместе с ним. Это верность. Так действует верность. И это мощно, это очень сильно. Верность – это сила, которая дает гораздо больше, чем просто природа. Верность близкому человеку дает могущество человеку, огромную силу, способность побеждать, преодолевать трудности. Верность близкому человеку – огромная сила спасающего человека в жизни. И по факту эта сила, она сохранила многим жизни, даже войну Великую Отечественную. И чтобы почувствовать эту веру, этот вид веры, веры в человека, нужна вера в человека или нет? Обязательно нужна. Чтобы почувствовать эту силу, этой веры, мы сейчас тоже послушаем другого человека, который сам это сначала на войне прочувствовал, а потом спел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Услышали веру, которая называется верность? В Ведах описано, что есть исторические факты, когда человека просто не могли убить из-за того, что жена молилась за него. Это реальный факт. И даже этот человек может не обязательно быть очень возвышенным сам, просто верность спасает его от гибели. Это реальные факты, исторические. Веды описывают такие летописи истории. Поэтому очень важно знать, что вера, она нужна, она, эта вера, это более развитое понятие. Это, ну, человек, бывает так, что люди начинают верить в Бога, и они разрушают свои семьи, им наплевать на землю, на которой они живут. То есть это называется фанатизм. То есть такая вера, она никому сто лет не нужна. Понимаете? То есть люди думают, что я поверил в Бога, это значит, что я перестал любить близких, перестал уважать землю, на которой я живу и так далее. Это все признак неразвитости веры. Развитая вера, она имеет многогранность. То есть есть вера в землю, на которой я живу, она это дает мне здоровье. Есть вера в близкого человека нас, который называется верность. Это дает мне могущество, силу в этом мире. И есть вера в Бога, которая дает мне способность победить свою судьбу, выстоять перед своей судьбой. И вера в Бога, она начинается с веры в тех, кто верит в Бога. И вера в Бога невозможна без этого, потому что в этом мире есть одно условие. Бог не появляется в этом мире, мы наказаны здесь. Понимаете? Мы по природе своей вообще всегда должны с Богом жить вместе. Но мы из-за того, что мы отвернулись когда-то от Него, мы попали в этот материальный мир, и здесь Бога не видно. И есть много доказательств, что ее нет. Понимаете? Для того, чтобы его почувствовать, нужно контактировать с теми людьми, которые верят в Него. Это очень принципиально важный вопрос. И очень важно также знать, что важно, чтобы это было в вашей вере, в вашей культуре, в вашей традиции. Надо искать себе таких возвышенных людей, которые бы показали вам путь к Богу. Это очень ценно и важно знать. У меня как бы есть такая возможность, такая честь как бы для меня, что в моем проекте, который называется «Эрведа радио», есть удивительная девушка, которая пишет удивительные песни. То есть она ведущая «Эрведа радио», это Олеся Власенко. И одна песня мне очень нравится из этих песен, потому что она олицетворяет вот эту идею того, как человек должен, как человек может приблизиться к Богу. Эта идея любви к старшим, любовь к старшим. Вот эта вера любви к тем, кто искренне, бескорыстно думает о Боге, служит ему, она вот в этой песне описана. Я с удовольствием включу ее сейчас. Песня неизвестная. Как бы до этого. Но очень красивая. Ваш путь мне неведом, Куда летите вы? Я за вами, за вами следом, Чтобы стать гладком воды. Там, где солнце обжигает, По песку, как по углям. Мне вашей веры не хватает, Чтоб припасть к его ногам. И мне бы только рядом быть. Только рядом быть. Стать облаком защитным от беды, Стать ветром, напевая ваши песни, Свечой гореть над книгой, Ими капелькой воды, Пролиться после вас на том же месте. Итак, самая высшая кульминация веры человека, Это вера тем людям, Которые очистились благодаря соприкосновению с Богом. Вера в их чистоту является той силой, Которая движет человеком на пути к Богу. Причем важно знать, Что у таких людей также есть и недостатки. Но если мы хотим к Богу, То мы смотрим на чистоту в человеке, Которая идет к Богу, А не на его недостатки. Это очень важно и принципиально знать. Точно так же и вы, допустим, Вы приехали сюда на этот фестиваль, Это удивительные люди, Которые реально хотят понять, Как правильно жить. Вы должны также друг на друга смотреть. Поймите, наша цель – Это научиться видеть чистоту. Вот это и есть та сила, Которая приводит человека к настоящей вере. Этот мир очень много имеет грязи. Понимаете, мы видим грязь вокруг себя, Видим много сплетен. Если вы слово Тарсунов наберете в интернет, Сейчас по висковике, Вы обо мне найдете. Очень много грязи вокруг нас, Но возможность приблизиться к Богу Только через чистоту. Только через возможность Вот это вот любить самое лучшее, Самое светлое, чистое в человеке. Вот это дает возможность реально Соединиться с той силой, Которая побеждает любой стресс. Невозможно найти такой стресс, Который бы не был бы побежден Верой, связанной с Богом. И то, что я сейчас говорю, Вы не сможете понять из моих слов. Только почувствовав сами, Вы сможете это понять. Только почувствовав сами. Каждый человек, который находится в кризисе, Страдает. Нет таких людей, которые бы Испытывали счастье в этом состоянии. Но есть люди, которые сами идут в кризис, Для того, чтобы... Они знают, они хотят победы, Как Лермонтов пишет, Что буревестник в этом стихотворении. А он мятежный просит бури, Как будто в бурях есть покой. Некоторые люди сами едут воевать, Зачем-то жизнь свою отдавать и так далее. Есть люди, которые ради веры Готовы отдавать жизнь, И они испытывают огромное счастье От такой жизни. Но не обязательно для этого Ехать на войну Или искать себе приключений. Знайте, что в вашей жизни Обязательно в нашей жизни Мы эти приключения и страдания Получим неизбежно. Ни один человек в этом мире Не сможет прожить без кризиса. И если возникает такая ситуация в жизни, То надо понять одну лишь простую вещь, Что если ты в это время Не сосредоточил все свои силы Именно на том, чтобы учиться верить, То кризис тебя сожрет. Не надо думать, что кризис всегда Это путь к прогрессу. Кризис это экзамен. Кризис может сделать человека больным, Несчастным, покалеченным. В психушку тоже попасть можно В результате кризиса. Понимаете, то есть есть много вариантов, Как человек пострадает, может, Если он находится в кризисе. Все эти причины страдания означают только одно. Ум не выдерживает нагрузки. То есть тонкое психическое тело Не выдерживает нагрузки, энергии, страданий. Какой-то орган вылетает. Каждый орган питается определенной энергией счастья. Сердце радуется искренности и верности. Печень радуется смелости и твердости характера. Понимаете, позвоночник радуется трудолюбию и так далее. Каждый орган связан с какими-то чертами характера. Если человек находится в кризисе, То этот кризис всегда, он связан с чем-то. Это что-то имеет свою окраску психическую. Эта окраска вышибает какой-то орган. Состояние здоровья рушится. Если человек не имеет достаточно счастья, Чтобы нейтрализовать это, Тогда он становится калекой. Больным, несчастным, никому не нужным человеком. Как избежать этого? Вера. Надо понять, что это вера, это труд. Надо учиться трудиться в этом направлении. Нужно учиться, нужно знать, как это делать правильно. Есть методы реальные, позволяющие человеку погрузиться в веру. И один из этих методов я вам сейчас объясню. Мы даже с вами немножко потренируемся в конце. Вы знаете, что я любитель потренироваться, пожелать всем счастья. Это не молитва, это просто тренинг. Но молитва по этим же принципам строится. Сила, дающая возможность человеку соединить с Богом, идет через звук. В древней культуре было такое понятие, как посвящение. Что такое посвящение? Если человек уже реально верит старшему или наставнику, то в этом случае наставник просто в ухо ему произносит настроение, с которым надо произносить молитву. Молитва всем известна, неизвестно настроение. Настроение также невозможно перенять, если нет близких отношений с наставником. Глубокие чувства, которые дают возможность почувствовать Бога. Настроение, или как говорят пхава на санскрите, она передает возможность, дает возможность связаться с Богом. Понимаете, если настроение правильное, чистое, бескорыстное, самоотверженное, тогда Господь в сердце слышит нашу молитву, Он начинает отзываться. И вот это самое редкое, это самое редкое, потому что есть две причины, дающие эту редкость. Первая причина, что мы не стремимся к святости, мы в нее просто не верим. Вот если сейчас спросить, есть ли святые на земле сейчас, вы скажете, да, они раньше были, сейчас уже нет, мало. Да на самом деле в каждом из вас можно святость найти, потому что когда человек просто к Богу стремится, он уже имеет эту искорку святости, чистоты. И если мы с этой точки зрения будем воспринимать, что такое вера, тогда не искать никого не надо. Можно реально почувствовать чистоту, почувствовать Бога через каждого из вас. Ну а если человек еще больше этой чистоты имеет, еще и больше имеет этой чистоты, представьте себе, насколько этот человек ценный. Не важно, насколько он имеет много грязи внутри себя, важно то, насколько он сильно стремится к чистоте. Но есть такие люди, которые даже и грязи в себе почти не имеют, а есть такие, которые вообще не имеют в себе грязи. Представьте себе, что когда человек просто встает на этот путь постепенно, Бог его приводит к тем цветам его сада, который мы даже смотреть недостойно. Святость — это тайна. Мы не можем увидеть святость, потому что мы недостойны. Едва ли человек просто так может почувствовать чистоту души другого человека. Едва ли. А вот если мы учимся этому через отношения с теми, кто уже есть, вот этот путь надежный. Но если мы хотим реально продвинуться в молитве, то нужно учиться у кого-то. Я не могу сказать, что этот метод, который я сейчас вам преподнесу, он классический. Но он классический для начала, для тех, кто хочет начать молитву. Сначала надо это делать с кем-то. И надо это делать с тем, кто реально способен это делать. Звук другого человека рядом, когда ты слушаешь молитву кого-то и делаешь так же, как он, тогда в этом случае, несомненно, человек перенимает ту силу, которая находится в словах этой личности. Но перенять силу возможно только в том случае, если ты это делаешь не для себя. Понимаете? То есть сила — это такая штука, которая, если идет внутрь человека, то она просто порвет его. У меня есть такой семинар, который я в последнее время преподаю, называется «Преодоление трудностей судьбы». И на этом семинаре мы весь семинар учимся молиться, потому что других способов преодоления трудностей судьбы по-настоящему не существует. И представляете, люди выходят вот сюда, вот перед всеми, замученные жизнью, там кто-то тяжело болен, кого-то бросили, все бледные, тяжелые, замученные выходят сюда. И весь зал начинает повторять «Я желаю всем счастья», слушать голос возвышенного человека, кланяться, вот эту технику как бы полностью делает. И для этих людей, настраиваться для них. Колоссальным образом меняется жизнь этих людей. Колоссальным образом. Но у нас были такие случаи, что человек не выдерживал находиться здесь. И есть только одна причина. Вот представьте, допустим, все повторяют «Я желаю всем счастья», думают о тебе. И у тебя в сердце такая радость начинается, такое счастье. И в это время, хоть и предупреждалось, не надо сильно радоваться, не надо сильно думать о своем счастье. В это время надо все отдавать назад. И когда человек это не делает, то у него просто реально, как по-русски сказать, срывает крышу, понимаете? То есть человек начинает или от эмоций исходить, он начинает рыдать, или он просто, вот ему голова начинает кружиться, он падает. То есть он не может выдержать такой нагрузки психической, потому что он сосредоточился в это время на себе. Лампочка, в которой энергия только входит, перегорает. Человек не может быть счастливым, просто думая о себе. Человек, который мечтал о чем-то, и он получает это, у него будет разрыв сердца, если он в это время сосредоточен только на себе. Поэтому в молитве есть еще одно правило, кроме слушания старшего и веры, и поклонения старшему, или поклонения лучше поклоняться Богу, то есть еще один момент очень важный. Бог не дает миссию или силу, уполномоченность никому, если человек не хочет себя отдать. Лампочка не должна перегореть. Каждый человек — это лампочка. И если человек хочет служить, отдавать, тогда в этом случае электричество, сердце или души начинает работать. Сначала звук. Слушаем звук. Повторяем так же. Мы должны перенять веру. Веру можно только перенять. Слушаем звук. Повторяем в таком же интонации. И я желаю всем счастья. Хотим отдавать. Важно также понять, что я желаю всем счастья — это не единственный способ отдавать. Самый лучший способ отдавать — это кланяться объекту своего поклонения. Если у вас дома есть алтарь, если у вас есть то, чему вы поклоняете, это может быть священное писание, святое имя Бога, святое место, это может быть икона, допустим, изображение Бога, или посланника Бога, и так далее. То есть есть много объектов поклонения. И если человек слушает звук, повторяет так же и кланяется объекту своему поклонению, тогда наступает замыкание цепи. Но когда мы повторяем при этом, я желаю всем счастья, от этого ничего не уменьшается, потому что это наше принятие, то есть это настроение, в котором мы находимся, мы живем. Хотите потренироваться? Какие препятствия? Рассказываю несколько препятствий. Первое препятствие. Мы из себя что-то корчим. Я желаю всем счастья. Что это значит? Посмотрите на то, какая я возвышенная. Не работает система. Не работает. Второй вариант. Я повторяю, я желаю всем счастья, слушаю голос возвышенного человека, в сердце появилось чувство какое-то, я забыла про святого человека, про то, что я желаю всем счастья, думая об этом чувстве. То есть думая о себе, о своем счастье. Не работает система. Работает, когда мы ни на что не отвлекаемся. Или я почувствовал себя душой. Не отвлекайся на это. Когда человек повторяет, я желаю всем счастья, или лучше молитву, в это время он и победит свою судьбу, и простит, и почувствует себя душой, знание и счастье является всего лишь сопутствующим фактором для тех, кто хочет отдавать себя. Это все будет идти за ними в жизни постоянно. Оно никогда не превратится. Счастье от отношений возможно, если мы не стремимся к этому. То есть я сейчас буду хотеть, чтобы вы на меня смотрели. Вы сразу отвернетесь. Почему? Потому что это не то, что хочет ваше сердце. Ваше сердце хочет, чтобы я забыл про все сейчас и думал только о вашем благе. Только о том, чтобы вы были по-настоящему счастливы, по-настоящему наполнились тем, чем вы должны наполниться. Означает не мной. Когда я уезжал сюда, мне жена сказала, не забудь, не забудь, что ты не Олег Геннадьевич Тарсунов, сверхновая звезда, а просто слуга своего наставника, просто переводчик его слов, просто маленькая душевная искорка. Сойди с пьедестала. Пожалуйста, будь слугой. Это ее наставление. Поэтому очень важно понять, что когда человек реально в правильном настроении находится, счастье будет бесконечным. Но мы не должны об этом думать. Счастье — это всего лишь результат служения, который гораздо меньше ценится тем, кто служит, чем само служение. Поэтому человек и смиренно ведет себя, который хочет служить. Он просто «я желаю всем счастья, я желаю всем счастья». Не отвлекаемся ни на счастье в сердце, ни на знание, которое приходит в сердце, ни на удачу, ни на то, что все хорошо, а просто «я слушаю голос и хочу служить». Договорились? А все остальные тоже счастливо настраиваются на монахов Спасо-Преображенского монастыря, слушают голос этих людей, кланяются объекту своего поклонения, в своей вере и повторяют «я желаю всем счастья». Мы это будем делать определенное время, а потом чуть-чуть еще обсудим. Все сели прямо, настроились на тренинг небольшой. Итак, смотрите, самое первое и важное. Начинаем со слушания. Мы слушаем сначала, повторяем «я желаю всем счастья», не думая об этом, никому пока не кланяемся, просто слушаем. Пытаемся поймать эмоцию. Потом в этом же настроении начинаем повторять в одном ключе. Все вместе в этом настроении этих людей. «Я желаю всем счастья», «Я желаю всем счастья». И потом, когда у нас в сердце появилось чувство, потому что если вы настроитесь на эмоцию этих людей, у вас обязательно в сердце появится чувство, после этого надо вспомнить о объекте своего поклонения, это чувство отдать ему. Вот то, что мы сейчас будем делать. Если вы будете делать правильно, первое, что появится в вашем сердце – спокойствие. Второе, что появится в вашем сердце после спокойствия – это ваши проблемы придут к вам, потому что они хотят счастья, проблемы хотят разрешиться. Мы нитями незримыми, связанные со своими проблемами и своими близкими. Это сердце наше связано, потому что оно отдает счастье всем. Оно не только внутрь счастья отдает, также народу. Когда энергия счастья приходит, сразу же приходят мысли о том, на кого мы обижены там и так далее. Не отвлекайтесь на это тоже. Все будет разрешаться само. Не отвлекайтесь. Просто продолжайте то, что вы делаете. Станьте вот этой вот проводом с электрической лампочкой, которая потом будет все разрешать. И третье, что придет в ваше сердце – это знание о том, что вы можете победить судьбу. А четвертое, что придет – это способность вера, способность идти этим путем, чувство, что все будет в жизни хорошо. Ну, хотя бы до спокойствия надо дойти для начала. Не думая об этом, думая о служении. «Боба, родица, Дева, радуйся, благодатная, жариму с будствовою, благословен на Тим Женом, и благословен на Тим Женом, я желаю всем счастья». «Я желаю всем счастья». «Я желаю всем счастья». «Боба, родица, Дева, радуйся, благословен на Тим Женом, я желаю всем счастья». «Я желаю всем счастья». «Я желаю всем счастья». Я живаю всем честным. 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 Я живаю... Я живаю всем честным. Я живаю... Я живаю всем честным. Я живаю... Я живаю всем честным. Я живаю всем честным. Я живаю... Я живаю... Я живаю... Я живаю... Я живаю... Я живаю всем честным. Я живаю всем честным. Я живу... Я живу... Я живу... Я живу... Нормально. Нормально это означает, что чувство стало сильнее вашего служения. Но это тоже хорошо. Это хорошо. Хорошее, сильное включение — это хорошо. Кто из вас почувствовал в сердце вот это повторение «Я желаю всем счастья» почувствовал от этого в сердце какую-то силу? Это признак включения разума. Когда человек во время молитвы чувствует силу, чувствует, что молитва ему дает ощущение силы, это значит, что в это время начинает включаться разум, который побуждает судьбу. А кто из вас почувствовал спокойствие в сердце? Это значит, что вы все свои ниточки уже наполнили счастьем. У вас есть какие-то проблемы сейчас? Вот на данный момент вы их наполнили счастьем, и в сердце наступило спокойствие. И на душе не случайно светло, и не случайно весело наступает. А кто из вас вдруг неожиданно простил или почувствовал облегчение какое-то в жизни? Видите, уже пару человек всего. Это уже очень глубокая работа. А теперь у меня... У нас есть микрофон второй? Да, в зал, в зал. В зал надо. Кто-то может, поможет нам передавать его? О, есть, да? Есть помощники. Спасибо вам за заботу. У меня к вам вопрос. А вот кто из вас хочет поделиться не эмоциями, которые у вас возникли в это время, а поделиться своим пониманием процесса? И может быть, в это время вы даже зададите какой-то вопрос. Вот мне бы хотелось услышать человека, который бы рассказал подробно, что он делал последовательно и как у него получалось. Кто-то может такой анализ внутренний провести? Вот женщина, первая подняла руку. Вот на... да, ага. Вот, пожалуйста, да. Я попробую. Давайте. Меня Татьяна зовут. У меня появилось чувство... Погромче. У меня появилось это чувство внутренней наполненности. От чего? Вот что вы начали сначала? Что вы начинали делать? Я просто слушала голос. Так, вы на этом следовательстве. Все в это время что вы почувствовали? Ну, возвышенный очень голос, очень приятный. Ну, не знаю, как-то... Я не просто слушала... Вот ручку-то вы куда поставили? А? Ручку вот вы свою поставили вот сюда. Старалась сердцем слушать. Это очень важно знать. Вот что она сейчас до нас донесла? Что в тот момент, когда человек реально слышит голос, что происходит с человеком? Вот здесь вот, это чувство появляется вот здесь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так. Люби. Вот здесь. Да. Или я ошибаюсь? Нет. Своё право здесь. Она показала рукой. Так, дальше. Потом я начала повторять со всеми. Я желаю всем счастья. И, конечно, начала чувствовать наполненность в груди, в сердце. И, как вы предупреждали, тут же начали появляться всякие проблемные мои ситуации вокруг, которые требовали внимания им. Вот, я изо всех сил старалась, ну, не то что не думать об этом, а идти дальше. Ну, нет, нет, неправильно. Надо в это время включиться в слушание. Всё преодолевается с помощью слушания. То есть вы слушаете звук возвышенных людей, вы фактически предаётесь этому звуку. И потом я желаю всем счастья, как они. И эти проблемы начинают рассеиваться. Вот такая техника. Но если вы при этом ещё будете кланяться святыне, которая у вас есть в жизни, тогда очень сильно вы сможете преодолевать. Наверное, я не очень хорошо подготовилась, потому что я заранее не подумала о том, кому я захочу отдать свои плоды. Нормально. Вы не представляете, какая это сложная вещь. То, что вы сказали, это уже гениально. То есть вы реально просто замечательно всё делаете. Вы замечательно всё поняли и всё делаете. И у меня сердце радует, слушая вас. Я просто использую свою возможность для того, чтобы научить людей с помощью вашего вдохновения и вашего опыта. Я сразу же углубляю тему для того, чтобы было понятно, что делать дальше. Ну, наверное, сейчас уже я с вами общаюсь, понимаю, что я тут ум включила дальше. Потому что я начала на уровне ума, пыталась понять, кому мне хочется отдать плоды своих ощущений. Нет, всё нормально, это хорошо. И просто на этом фестивале я получила очень большую заботу от организаторов этого фестиваля. Супер, супер. Не будем называть имён. Нет, конечно, не буду. Но вы начали кланяться кому-то из старших. Да, у меня был кризис, мне помогли. И я сейчас чувствую очень большую благодарность этим людям. И мне хочется, чтобы это движение вообще продвигалось, расцветало. И я вижу, что нужно много вкладывать в это дальше. И мне захотелось им отдать. Вы говорите о П-3000, да? Да. Я тоже считаю, что это уникальное явление нашей современности. Это уникальный проект. В нём собрались очень глубокие люди. Даже сама идея межконфессиональная, то, что сюда приезжает Шалва Мамнашвили, он православный. И так далее. Много различных людей, возвышенных, собираются вокруг этого проекта. И мир, и любовь как бы царит здесь. Я с вами полностью согласен. Спасибо. У нас ещё есть время. Ещё что-нибудь скажете? Или вы уже всё сказали? Да. Самое главное, это не вы сказали, вы начали поклоняться. И что тогда? Ну, просто мне нравилось это делать. Вы почувствовали счастье, да? Конечно. Вы начали в этом процессе жить, и вы забыли про всё остальное, да? Ну, мне было это сложно сделать. У меня постоянно мой ум отвлекался, и у меня были кучи всяких проектов, как помочь моей маме, как помочь моим близким. Но это было очень тяжело делать. И я постоянно перенаправляла то, что мне действительно хотелось сделать. Но у меня были отвлекающие манёвры, скажем так. Проблема заключается в том, что мы хотим сами помочь, понимаете? В этом наша проблема, что мы верим в свои силы. Когда человек слушает и отдаёт, тогда вера переключается. Когда вера в Бога начинает действовать через наше сердце, помощь приходит лучше. Понимаете? Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли. Постарайся себя не теряй. Вера в себя хорошая штука, но она не помогает, понимаете? То есть она не даёт той силы, которая побеждает судьбу. Нужно верить в Бога, учиться. Это трудная вещь. Вот вы сейчас эту учёбу как бы в своём сердце представили. Я вам очень благодарен за это. На самом деле у вас всё завершилось. Вы пришли к нужной точке. Вы начали думать о Боге, думая о возвышенных людях. Это и есть та цена, которую надо заплатить. Потому что у нас в сердце есть один камень. Так как мы верим в себя, поэтому у нас есть только одна цена. Я могу поклоняться только Богу. Все люди, которые верят только в себя, у них только одна цена, которую они могут заплатить. Я хочу поклоняться только Богу. А если человек побеждает веру в себя, тогда он знает, что надо учиться служить тем, кто идёт за Богом. Бхагавадгити Господь сам говорит, «Я бесконечно люблю тех, кто служит не мне, а тем, кто служит мне». Понимаете, да? Это признак смирения и настоящей духовной силы. Ваше понимание правильное. Вы идёте правильным путём. Всегда, когда вы настраиваетесь на то, что вы кланяетесь к какому-то человеку, всегда думайте в это время о его вере в Бога. Иначе это может стать другой стороной медали. Понимаете, когда мы поклоняемся человеку, то нужно думать о его вере в Бога, тогда вы не сделаете из него идола. Понимаете? Мы кланяемся Богу фактически, который живёт в человеке, в его вере. Понятно, да? Потому что веру тоже даёт Господь. Ваше слово. Мы ждём. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вы знаете, я два года слушала ваши лекции и иногда пыталась потом, именно пыталась, наверное, желать счастья. Но у меня реально, вот как вы говорили, было такое чувство усталости через определённое время. А сейчас я внимательно послушала то, что вы говорите. И когда мы начали желать всем счастья, когда заиграла музыка, когда вы начали говорить, я прониклась вот этим голосом, то, что исходило от вас, и попробовала тоже повторять за вами. После этого у меня появились какие-то эмоции, но больше комок в горле, и мне захотелось плакать. Это означает, что вы в это время сильно думали о себе. Да. Комок в горле означает, вошло больше, чем могу переварить. Да, да, да. Надо было отдавать. Комок в горле означает отдавать, отдавать. Не нужно было сосредотачиваться на себе. И после этого я перестала говорить, но стала слушать опять, вслушиваться вот то, что вы говорили, то, что говорили люди, ловить вот этот звук. И у меня вот это чувство в горле прошло. Вот. А потом у меня стало нарастать вот такое ощущение внутреннего счастья. И перед моими глазами не появились мои проблемы, но появились проблемы моих родственников. И они как бы около меня много-много, ну сначала не много, сначала несколько лиц родственников появилось, и я начала желать счастья им. Дальше чувство дальше нарастало, и начали появляться уже не мои родственники, но люди просто из моего окружения, у которых какие-то проблемы. Вы понимаете, что все это должно быть на заднем плане? Что передний план не вот то, что вы сейчас описываете. Передний план, я слушаю голос и отдаю. Я слушаю голос и отдаю. А все, что у меня внутри происходит, это меня не сильно волнует. Это происходит само собой. Мы не должны слишком сильно в это включаться, потому что это дает другой результат. Мы сами начинаем контролировать этот процесс. Как я прощаю другому человеку, как мой родственник становится счастливым благодаря молитве. Не надо сильно это контролировать. Это происходит само собой, потому что мы нитью незримым связаны с близкими людьми. Мне кажется, может быть, это не так. Мне кажется, что они контролировали, они сами передо мной проявлялись. Все нормально. Я вас ни в чем не обвиняю. Я просто уточняю. И потом уже дальше вообще очень много-много перед моими глазами народу возникло. И у меня было такое состояние, мне хотелось всем послужить. Какое-то состояние служения для меня до этого незнакомое. Спасибо вам большое. Спасибо. Так, мы с вами сегодня много чего изучили. Под конец я вам еще одну песенку спою. И мы с вами пойдем отдыхать. Ради высокой любви мы обязаны Помнить, что с нами пожизненно связаны Нитью незримою, нитью незримою Наши любимые. Если вы будете верить святому человеку или верить Богу, то такая же нить незримая вас свяжет и с ними. И эта нить незримая вырвет вас из вашей судьбы, из этого материального мира и отправит вас в духовную обитель где нет страданий. Спасибо вам всем. Спасибо. Спасибо.